Даже в Москве, да, Борис Сергеевич? Такой гром овансов. Казань, спортивный город, спортивный. Здесь столько выдающихся команд, столько великолепных спортсменов. И здесь привыкли отдавать болельщики дать своим любимцам. И это здорово. Стив Смугер будет судить этот бой. Он судил бой Дениса Лебедева, когда он встречался с Троем Джонсом. Вы помните? Да, я помню. Победил тогда в одиннадцатом раунде нокаутом наш боксер. Итак, первый раунд, друзья. Латив высокий, длинные руки, как я уже говорил. 198 сантиметров в размах. Ему, конечно, нельзя подпускать Дениса на ударную дистанцию. Стоит широко. Да, стоит широко. Сиди низко. Ноги, да, как раз ставлены. Потому что, если Денис подойдет и зарядит свою левую пушку, то и Латив это понимает прекрасно. Я не знаю, но хотелось бы узнать. Вообще, Денис Лебедев в последнее время готовит в США и в Лос-Анджелесе. А я знаю, и Латив там же живет и готовится. Быть может, они даже спарринговали. И спарринговали не может быть, а точно. Точно знаю. Ну вот, тем более, они знакомы друг другу. Да, действительно. Вот те спарринки, которые они проводили в одну из поездок Дениса в США. Да, конечно, они прекрасно изучили друг друга. Отсюда вот такая определенная осторожность в начале боя. Денис сосредоточен. Денис не спешит. Удар в корпус. Сейчас нанес Денис Лебедев. Очень тяжелый, очень острый. С сильнейшей рукой. Любит Денис бить в корпус. Очень любит бить в корпус. Корпус, задней рукой сильно левая. А потом переводит в голову. Такое было часто. И это его одна из самых любимых комбинаций. Левый прямой от койота. Как же низко стоит или сидит койота, как правильно сказать. Ну да, широко расставленные ноги, подсаживается. Пытается, пытается прессинговать койоту, но... Но он за этим джипом, с дистанцией он пытается работать. Пока больше ничего он не показал. Но джип неплохой. Попытка удара в корпус от койота. Попытка удара в корпус от койота. ЧТО. Орд! итак мы посмотрели первый раунд друзьям довольно особо много ничего не про не происходило но такое впечатление что все таки у судей чуть больше было поводов отдать этот раунд Дениса был один удар в туловище который вы отметили и один неплохой боковой такая манера передвижение немножко судорожно не обратили внимание такой вот как бы чуть-чуть не уверенно что ли я не знаю как назвать ну вот такая какая-то нервная да нервное правильное слово правый боковой очень неприятный для койоды Денис начинает пристреливаться и назад оттягиваться не стоит лучше в сторону да да лучше в сторону по прямой не отходить у говида длинные руки может догнать и достать неплохо сократил ударил Денис очень внимателен очень очень сосредоточен движение движение и еще раз движение так ситуация снова попытка ударить по туловищу проходит удар очень болезненный очень неприятный удар в корпус туда куда-то под сердце да под сердце да под сердце либо середину солнечное сплетение очень неприятный удар Денис ни одного соперника отправил массива ринга таким ударом ну вот конечно свои нервные нервными передвижениями такими судорожными немножко конечно напрягает вот не знаю не знаю что от него ожидать хорошо левый снизу Денис Лебедев мне кажется Денису нужно одно хорошее даун находит 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 одно хорошее попадание и вот это судорожное движение перерастут в абсолютно нервные ушел вниз сейчас Койоды очень неплохо от бокового удара Дениса ответ правый в корпус от Койоды повтор неплохая защита со стороны Латифа Койоды да зрячая такая гибкий пластичный да пластичный гибкий для нарукий боксер чуть-чуть не дошел ногами сейчас Денис Лебедев удар навстречу левого корпуса хорошо хорошо опять туловище мы даже не слышали гонга ну атмосфера да ярко вот он вот 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 Молодец, молодец. Третий раунд, друзья, начинается в нашем бою. Вперед пошел Денис Лебедев. Очередная попытка ударить по корпусу соперника. Причем сильнейшей рукой. И тот и другой очень внимательный. Они понимают, да, риск цену каждого удара. Отвечает Латиф. Вы знаете, неплохая скорость у Латифа Тойоба. Да, ничего еще не решено. Ничего еще не понятно. На таких... Занимает и тот, и другой позиционную борьбу. И, наверное, ждет ошибку соперника. Никто не рискует пока. Абсолютно. 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 Хорошо попадает сейчас джебом. Передней рукой достает челюсть соперника Денис. Коёда этого не ожидал. Замечательно. Коёда понимает, проиграл эпизод. Надо отыгрываться. Да, эстерист стережет правую руку Коёда. Ждет, ждет и готовит. Мне кажется, ждет, готовит. Встречный удар. Да, право он прям вот затаил и копит энергию в этой руке. И эта поддержка сейчас очень важна для Дениса. Спасибо, Валеричка. Спасибо, Казани. Это великолепно. Снова хороший джеб. На таком ринге хотел бы боксировать любой боксер. А здесь уже обмен. Да, костер постепенно начинает разгораться. Костер боя. Вы знаете, Элотик. Это третий раунд. Немножко наглобатый начинает себя вести. Ну, вообще такой боксер. Вы знаете, кто-то говорит, что, простите за это слово, пофигист. Но такой характер у человека. Для него больших авторитетов в принципе нет. Начал смещать лаки в Коёду Дениса. Начал смещать. Это не очень хорошее звонок. Надо бы остудить пыл немного. Хорошо ли он сбоку Денис и продолжить. Нужна повторная атака. Но дистанция была длинная. Денис не могу. Не Мальченко. Нет. Нет. Но даже не shows. Нет. Головой двигайся. Подведи комбинацию и бей комбинацию. Четвертый раунд. Сейчас на умчем плане. Может вам не было так видно. Уже играя на публику, Латиш шел в центр лига. Так вот, подергивая плечами, расслабив торс. Денису надо его поставить на место. Он действительно ловит кураж. Если поймает, то может быть опасным. Попытно вывести из себя. Психологически показывает, что не чувствует никаких ударов. Ноги, ноги, ноги. Не забывать. А вот Денис в другую сторону пойти. Туда, за ручку, за переднюю. Не под сильную руку, а за переднюю ногу. Сильнейшей рукой. Справа, да. Неплохо. Григорий. Попытно вывести. Григорий. Мне кажется, Каюта немножко уже привык к вот этим ударам с дистанции Дениса, да. Он их ожидает. Передняя рука, хорошая Денис, хорошая передняя рука. И сдвоить ее нужно. Правой прямой, правой сбоку, сдвоей. колоссальная поддержка мы слышим Денис Казань ревет и поддерживает россиянина Дениса Лебедева Денису надо сейчас что-то передернуть чуть-чуть мне кажется я хочу сказать я хочу сказать Борис Сергеевич вот такую историю сейчас Денис иногда играет в игру Латифа Кайода подстраивается под его ритм под его темп, которым выгодил Латифа Кайода это нужно поменять вот я об этом и говорю, надо что-то сделать надо передернуть, поставить неудобное положение Латифа он привык, я еще раз скажу, парень Данглы его когда ловит Курас, с ним очень трудно будет потом дальше вот хорошо показал левый, правый удар Латиф улыбается, значит почувствовал это Аксиома у меня вы снизу опасно это все мимо движение, движение Денис Нельзя позволять Латифу танцевать в его танец и вообще танцевать ему не надо этого игрока нужно навязывать свой бокс, свой стиль свой рисунок хорошо 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 CAT Латифу Латифу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раунд номер пять, друзья. Напоминаю, на канале Матч ТВ и боксерский клуб бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Бой очень напряженный, бой непредсказуемый, бой очень конкурентный. Денис Лебедев защищает свое звание чемпиона в бою против нигерийца Латифа Хайоды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нигерийц приспособился. Приспособился, адаптировался. Адаптировался к манере. Ой, это было неплохо. И продолжай. Ой, как красиво удары вынес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо, надо, надо спеть. Вот такие вспышки, вспышки такие нужны, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Еще раз. Что-то пытается говорить еще к судьей. Но пытался Смугеру сказать, то ли открытая перчатка была, то ли что-то такое. Хорошо попадает снова сильнейшим. Правильно, правильно. Вовремя Денис почувствовал, что надо что-то сделать. И должен перехватить циативу снова. Успел опустить голову. В лоб пришелся удар. Но, тем не менее, попадание было точное. Все выпущенные торпеды Денисом пришли в цель. И снова хорошо. Левый боковой. Левый боковой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший раунд у Дениса. Мне уже рамко-тревожно становилось немножко на сердце. Но вот все эпизоды этого раунда абсолютно к пользу нашего боксера. И он должен, конечно, этим самым поставить на место соперника. Баланс потерялся. Денис на мышках купился. У него это бывает иногда. Бывает, бывает, да, конечно. У него это бывает. Хлотив Тойота готов. Мы это видим. Хлотив Тойота готовился. Вот, ну, хулиган немного. В дразне Дениса Лебедева. Бой, 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 бой. Бой, 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 бой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шестой раунд, бой подходит к своей середине, друзья Очень неплохой раунд провел предыдущий Денис Леридев Выиграл те три минуты вчистую, надо продолжать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нельзя просто проигрывать, ни в коем случае Чуть больше активные действия, чуть больше напряжения Нужно доставать, доставать чашу Замечательно, великолепная серия Вот такой аритмией действует Денис Его ловит сейчас на этом соберке Может быть не самый сильный удар, но они доходят Они делают свое дело Аккуратнее, аккуратнее, осторожно Длинные руки Ковезовой все-таки могут достать вот на такой дистанции Да, сегодня мы видим, уважаемые телезрители и любители бокса Очень разный по классу, по уровню, по стилю Очень разный бокс Конечно, фантастический вечер И по драматизму И по драматизму И по драматизму В шестом раунде Тревожит, тревожит, тревожит Вот эти удары, которые Хаюда пропустил в пятом И вот сейчас в шестом раунде Они должны сейчас будут сказаться очень скоро Да, может быть Может быть не очень сильно Но точно неожиданно и быстро Вот что нужно для Дениса Нужно бить, нужно попадать Чуть больше тревожит Чуть больше тревожит Ну а ритмично действует, посмотрите Он берет такие как бы паузы А потом Каюту не может поймать Когда взрыв будет со стороны Лебета Хорошо по толщу В область локоть Это самый болезненный удар, наверное В боксе, в область печени Хорошо, молодец Денис Проедут на ногах Здорово навстречу Такой острый, сухой джеб Со смещением в сторону Хороший раунд Два раунда подряд Денис провел на хорошем уровне Вселяет такой оптимизм Было чуть-чуть тревожно, не скрою Отец Дениса подошел в угол Пытается тоже со своей стороны как-то подмудрить Сыном Не знаю Итак, еще раз скажу Последние два раунда Пятое и шестое были очень хорошие Исполнения Дениса Вот эта статистика, которая сейчас на ваших экранах, друзья Не должна вас смущать особенно Потому что эти джебы Девять против двух Зато преимущество силовых ударов Но это такие сухие цифры А рисунок боя был другим И в пользу Лебедева Последние две-трех минутки Так что посмотрим Вот сейчас очень важно В каком физическом состоянии Да, находится Латив Коведы Потому что Для него наступает момент Попал Денис И все пытается апеллировать в суде Для чего я не понимаю Это уже признаки такие Что он сдает Да, такие психологические качели Туда-сюда, туда-сюда Нет ни у кого преимущества Стопроцентного или подавляющего И здесь, и там есть опасность Такой раунд Денис взял небольшую паузу, мне кажется Потому что в пятом-шестом он был очень хорош Ну, посмотрите Денис чуть сбавил А Кайода осторожен Не рискует совершенно Почувствую Почувствую удары Лебедева Поэтому Здесь будешь осторожнее, конечно же Удар в кормку Ноги, ноги, Денис Удар в голову Не остановиваются Да, напряжение, напряжение, напряжение И Кайода, вы знаете, хорошо держит удар Успел поднять правую перчатку Кайоды Среагировал на этот боковой удар Ушел Молодец, хорошо Здорово Здорово Что пытается доказать, Латиф? Удар Как будто бы он споткнулся Был удар, боковой Как будто заплелись ноги у Латифа Кайода И он упал Вот про это он говорит Скачил, как ошпаренный 40 секунд до конца раунда Кинисэ отыгрываться сейчас Если Кинисэ было бы совсем неплохо У Дениса появится шанс Денисэ любит, а на него идут так откровенно Рано было, на мой взгляд, удар Моловка Он обычно за 10 секунд происходит Кайода выражает в своем углу недовольство Он всячески пытается показать, что там не было нокдауна Но был удар, он окичился Надеюсь, вам сейчас повтор могут показать Сейчас посмотрим, замедленные повторы Денисэ, посмотрим Был ли там нокдаун Вот Справа-слева два боковых удара В принципе Правый вниз промахнулся Левый попал Вот правый, видите, промахнулся Промахнулся, левый Левый в перчатку Наверное, был топ-лучок Но человек падает Потерял равновесие, он стоял Для рейфера было очевидно, что он упал после удара Да, не передать атмосферу телезрителям То, что сейчас происходит То, что мы чувствуем Это, конечно Да, огромное напряжение Это фантастика Мир бокса Казань Делает очень большое шоу Вот как-то Удар на встречу Левый снизу Левый снизу Левый снизу Левый снизу Левый снизу Латив снова поднимается Снова показывает Что он не в нокдауне Но Стив Смугер отсчитывает Мы помним, как педали Стива Смугера В том бою Лебедева С Роем Джонсом Помните, да? Он ошибся И допустил Денис идет добивай Идет добивай Денис Попадает слева Но еще почти 2 минуты Попадает снова вскользь Еще раз удар Кайона стоит Вы все видите сами Все Реструбер на стороне убил Все правильно Все правильно Это была красивая победа Отличная победа, да? Отстаивает свой тигр чемпиона мира Красивая победа От очень серьезных соперников Выстоящий зал приветствует Победу нашего боксера Она так нужна была Именно сегодня, да? Вот в этот вечер Это два таких обидных поражения Да, и поднято настроение Очень тяжелый, да? Такой по началу Опасный как бы бой Александр Лебедов старший С флагом в центре ринга Попал, добил Правила бокса Денис это продемонстрировал И вовремя он попал